Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Черно сделала шокирующее признание. Из-за предательства Иосифа Аганесяна она потеряла смысл жизни и находится на грани нервного срыва. Ей не хочется вставать по утрам, она не видит в этом смысла. У Маши Кахно в результате потасовки с Валерией Фрост сломан нос. Девушке придется вновь обращаться к пластическому хирургу, чтобы ей его восстановили. Организаторы Дома-2 просят Машу не писать заявление в полицию, ведь это может обернуться серьезными проблемами для шоу. Не первый день зрители наблюдают в эфирах тот беспредел, который устраивает Лера. Из недавнего эфира стало понятно, что Ольга Абузова выгораживает своих любимчиков. Она явно дала понять, что терпеть аналогичное поведение от кого-то другого, кроме Леры, не намерена и быстро выгонит провинившихся за ворота. Захар Соленко в курсе, чем занимается его девушка, он и сам называет Валерию «экскортницей». В разговоре с Сергеем Кучеровым он признался, что видел, как Лера уезжала из клуба с деньгами. Оказалось, что миллион, который ведущие предложили Сергею Захарьяшу и Лилии Четрару, чтобы сыграть свадьбу в Москве, изначально был предназначен на свадьбу Жени Кузина и Саши Артемовой. Свадьба у победителей конкурса «Свадьба на миллион» уже несколько раз откладывалась и была запланирована на осень. Юлия Ефременкова дала интервью. Она сказала, что любовь к периметре действительно строит. Она уверена, что должно быть какое-то логическое завершение ее участия в Доме-2 и им станет свадьба. В сети появились свежие фото Саши Харитоновой. На них у девушки хорошо видна грудь, хотя ранее она практически отсутствовала. Теперь поклонники гадают, фотошоп ли это или Харитонова пошла против своих принципов и сделала мамопластику. Ирина Донцова закрутила роман с Димой Лукиным. Об этом говорится в новой статье журнала Дом-2. В сеть попали откровения Антона Гусева. Он поделился с администратором Вики Романец подробностями первого секса с Женей. Гусев уверен, что он предохранялся. Это был прерванный половой акт, так что бывшая жена никак не могла забеременеть. Гусев сомневается в своем отцовстве. Многие считают, что после этого Феофилактова должна запретить ребенку общаться с таким отцом. Ну а пока что Женя хочет это сделать, но по другой причине. Недавно Романец призналась, что когда она спит вместе с Антоном, то они оба пользуются берушами. Узнав об этом Женя пришла в шок. Антон часто забирает Даниэля к себе на ночь. Пока отец и его новая спутница спят с закрытыми ушами, мальчику может понадобиться неотложная помощь, но его никто не услышит. Поэтому Феофилактова хочет запретить бывшему супругу брать сына на ночь. Ваня Барзиков вернулся в столицу из Таиланда. Иван предлагает всем желающим фотосессию. Он готов поработать фотографом за умеренную плату. Тата Абрамсон полностью отказалась от грудного вскармливания. Ранее она жаловалась на недостаток грудного молока, поэтому постепенно переходила на смеси. Сейчас девушка вплотную занялась похудением. Она принимает чудо-порошок, который позволит ей прийти в форму в самые кратчайшие сроки. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.